На выезде из Луци невозможно было не остановиться, чтобы не снять вот такую панораму. Здесь деревня расположена на холме, очень интересно, прям как сказочная. Мы находимся в деревне Амудья. Это 7 километров от посёлка, где мы остановились. Пляж окружает эвкалиптовые рощи, кое-где деревья уже скинули листву. День сегодня пасмурный, летний сезон уже прошёл, и берег полностью покрытый мелким песком безлюден. Мы находимся на берегу реки Ахерантас, через которую... На месте впадения в море. Вот, а с этой стороны стоят кораблики. Рыбацкие лодки. Рыбацкие лодки. Вот там где-то заканчиваются. В ожидании отправления кораблика мы решили пройтись на мыс. Вот такая коса сделана. Огромные камни с правой стороны. Со стороны моря ограждают пешеходную дорожку. Движемся потихонечку. Как греки говорят, сега-сега идём к мысу. Вот он там вдалеке. И привязалась за нами вот такая кошечка. Идёт. Сейчас устала, села. Но у нас ничего нету покормить её. Хиса. Вот какая красавица. Вот и рыбак. Там вдалеке есть люди. Мы, оказывается, не одиноки. А вчера был дождь. А может быть, это прилив. Вода стоит. Вот и мы дошли до устья реки Херантос, где она впадает в море. Рядом с этой косой. Вот и здесь мыс выдается в море. А мы идём по хорошей дорожке к другому мысу. А эта рыбачья шхуна отправляется на море. Вон другой уже возвращается. А другой уже наловил, наверное, возвращается. Сейчас мы посмотрим, может увидим, что за улов у него. Нет, улова мы не видим. Спрятан. Вот и добрались мы до конца мыса. Сейчас посмотрим, что же тут такое. А эти обломки это уже море выбросило. Селище неимоверное. Бетон разломало. Вот такое на краю стоит, лежит. Пасмурное море не видно. Но зато по-своему интересно. А вот эти камни ограничивают мыс. Хорошо, если тут нагромодили. Где-то я видела и Клисаки. А, вот она. Будем возвращаться назад. И осталось сделать ещё панораму с крайней точки мыса. Вот так это выглядит. Взобрались на камни, чтобы было видно получше. И делаем панораму. Там вдалеке это пляж Амудья. Мы возвратились на речной причал. Мы в порту Амудья. А это надо полагать наш пароход. Будем плыть сегодня по реке Аферантас. Он, капитан, готовит теплоход. Стоят ещё двое пассажиров, кроме нас. Погрузка пассажиров. Мы сели на корму и едва отплыли от причала, как увидели первого представителя фауны. Было сказано, что это цапля. А может, журавль. И ест с каким аппетитом. А главное, никого не пугается. Ну вот, птица наелась и улетела. Капитан развернул лайнер, и мы держим курс в море. Он сказал, что будет небольшая прогулка по нему. Значит, плавание по реке – это большое речное путешествие. А это мыс, по которому мы сегодня проходили. Вот мы его проезжаем и снимаем со стороны моря. Итак, мы в открытом море. Мы плывём смотреть пещеры, которые образовались со стороны моря. По суше к ним не добраться. Чё сказал капитан? Заплывём туда? Или не поместимся? Наш лайнер не поместится. Или бы камень какой-нибудь не упал сверху. Мы смотрим во все глаза, пытаясь разглядеть маленькие детали. И в этом нам прекрасно помогает камера. Конечно, очень величественное зрелище. И немножко страшновато. Если эта глыба вся рухнет, не дай Господи. А наверху деревья. Наш капитан сказал, что это место называется скалы Персифоны. Согласно мифологии, она являлась дочерью Зевса и Деметры, богиней плодородия. Её красота поразила Плутона, бога Аида, и он решил украсть её. Когда она собирала цветы и наклонилась, чтобы сорвать нарцисс, земля раскололась пополам, и Плутон увёл её в подземный мир. Деметра тщетно искала дочь, и из-за её горя земля и посевы начали чахнуть. Она потребовала вернуть Персифону, иначе она не позволит земле снова цвести. Зевс приказал Плутону освободить Персифону. Но сначала Плутон дал Персифоне гранат. Он узнал, если девушка съест еду в подземном мире, то она будет привязана к нему и не сможет уйти. Персифона съела шесть зёрен и решила свою судьбу. Таким образом, девушка проводила половину времени с матерью, а другую половину с Плутоном. Из тех шести месяцев, что Персифона находилась в Аэде, скорбела Деметра, и природа скорбела вместе с ней. Деревья теряли листву, урожай падал, и на землю наступала тяжёлая зима. В этом месте капитан разворачивает судно, и мы направляемся уже на повышенной скорости мимо скал и пещер, оставляя их по левую сторону нашего движения. Мне остаётся добавить, что рассказанный миф объясняет чудесный круговорот времён года в природе. Мы вплываем в реку Ахерон. Название реки происходит от слова «Ахос», описывающего глубокую печаль, скорбь и плач. В древние времена одного его названия было достаточно, чтобы выразить идею Аида и ужаса, поскольку его описывали как дорогу в подземный мир. А теперь мы вплываем в зону порта. Рыболовные и рыбацкие судёнышки выстроились у причала, и надо сказать, что здесь их огромное количество. Порт растянулся до самого моста через реку. Вон он вдалеке виден. Мы его покажем крупным планом, однако он ещё не достроен, и по нему нельзя передвигаться. Мост снимали другим днём. Мы продолжаем плыть по реке, истоки которой находятся в горном ущелье Сули на высоте 1600 метров, а протяжённость 53 километра. Деревья с ветками в воде, густые заросли кустарников по обеим сторонам реки стоят плотной оградой берега. А к деревьям и кустарникам присоединяются и водяные растения. Иногда деревья настолько заслоняют воду, что становится несколько жутковато. Согласно мифологии, река была дорогой, по которым Херон вёл души к озеру Ахерусия, в недрах которого лежало царство Аида. Капитан повернул корабль в обратный путь. Мы увидели висящее гнёздышко, а дырка в берегу – это жильё выдр. Мы возвращаемся тем же маршрутом. Встретили лайнер с туристами, но народу там поболее. Вот и причал. А невдалеке наша машина, и мы поедем в одно интересное местечко. Вот этой дорогой мы идём наверх, а там мы должны увидеть скалы, которые находятся в море. Подходим к концу дороги, посмотрим, что же тут такое. Тропинка закончилась, и перед нами оказалась такая панорама. Внизу море. Но спуститься туда могут только молодые и смелые. К этой категории мы не принадлежим. Стоим и любуемся. В этот день мы получили массу впечатлений от красоты, которая находится здесь, на земле. А вдалеке город Парго. Сейчас мы его приблизим, и на его фоне будем прощаться. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok